МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот уже 8 лет международная миссия АГАПы, которую возглавляет Александр Федорчук, несет служение среди детей-сирот в Украине. Сегодня она насчитывает 73 сотрудника и более 100 волонтеров. Проводит работу в 39 интернатах и 6 училищах. На данный момент АГАПы опекают более 3,5 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Сотрудниками миссии написано 3 программы. Двухлетняя программа «Солнышко для маленьких деток», программа «Уроки жизни» для детей школьного возраста с 1 по 9 классы и двухлетняя программа о главном для подростков. Ко всем программам разработаны уроки. Каждую неделю «Божье слово» звучит более чем на 900 уроках. За 8 лет дети и подростки посетили более 80 тысяч занятий. При миссии открыты и функционируют 9 адаптационных центров для выпускников интернатов. Пятый год еженедельно проводятся клубы друзей, где звучит «Божье слово». Ежегодно команда с кукольной программой проводит более 100 встреч и раздает около 10 тысяч подарков в интернатах разных регионов Украины. В этом году миссия проводит 9 выпуск годичной школы, где прошло обучение 214 студентов. Мы такие разные, но у нас одна цель. Под таким девизом проходила 7-я библейская школа АГАПЭ. За этот учебный год прошло обучение 20 студентов из разных церквей и городов Украины и России. Обучение проходило в стенах Киевского библейского института. Для КБИ это тоже очень важное событие, потому что это первый наш совместный выпуск, это результат нашего сотрудничества. Несколько лет мы присматривались друг к другу, они летом арендовали несколько недель, но сейчас это уже вылилось в более такое важное сотрудничество, поэтому для нас это тоже очень важно, потому что мы чувствуем тоже часть себя в том служении, среди детей, обездоленных, сирот, брошенных детей. Это работа в интернатах среди вот таких детей, поэтому мы чувствуем себя тоже частью этого социального служения. Сегодня произошел не просто выпуск библейской школы АГАПЭ. Сегодня мы стали на один шаг ближе к видению Украины без сирот, потому что это видение состоит из людей, которые готовы откликнуться на Божий призыв и сделать каждый, кто может, для того, чтобы наша страна стала страной без сирот, для того, чтобы каждый ребенок, он был замечен, каждому ребенку могли послужить, каждый ребенок узнал о Боге и о любви Бога к нему. Студентов объединяла одна цель – служение детям-сиротам. Программа школы – специальные предметы, необходимые для работы с такими детьми. Преподаватели – опытные практики, психологи, квалифицированные специалисты, педагоги, постарядки в церкве, интересные люди, зрелые христиане. Все полученные знания за код обучения детские служители попробовали реализовать на экзаменационном практическом уроке. Каждый смог попробовать себя в роли учителя. Но самое главное, что дала мне эта школа, это, ну, наверное, самое такое большое качество – это сострадание к детям. Эта школа помогла окунуться в мир этих детей. Ну, вот реально просто, как они живут, как их воспитывают. Бог дал все больше и больше обращать на это внимание. Намного легче помогать им, когда ты знаешь, как помогать, когда ты знаешь, чем ты можешь им помочь. И красной линией на каждой сессии. Это, я сказала бы даже, что это послание школы Агапы. Это, безусловно, любовь. Это принятие. Это отношения. Это ни в коем случае не подарки. Это ни в коем случае не лагеря для детей. Это взаимоотношения. И просто благодарю Бога за то, что Он просто погрузил меня. Погрузил меня в состояние этих детей. Погрузил меня в огромное количество ценной информации об этих детях. Еще Бог, Он расширил мои пределы, моих мечтаний и желаний. Он вложил мне в сердце сделать филиал в городе Крамроге, миссии Агапы. И я хочу команду людей. Закончилось обучение выпускным вечером, организованным самими же студентами. Стихотворение, слово ободрение и вдохновение приглашенных епископов, христианские гимны, теплая дружеская атмосфера не оставили им равнодушными никого. Самое главное, к Богу вознеслась молитва благодарности за миссию Агапы, за всех неравнодушных людей к судьбам детей-сирот. Это большая, очень большая, очень нужная работа, которая нужна сегодня на Украине. Есть категория людей, особенно дети-сироты, которые никому не нужны. Для них не нужны люди, которые бы любили, которые бы вложили в свое сердце, показали им свои идеи, свои мысли. Поэтому пусть Бог благословит эту школу, пусть даст мудрости, чтобы научить их и дать им свое благословение, чтобы они понесли это в мир этим страдающим. Пусть Бог благословит вас и пусть Бог даст мудрости в этом. Миссия Агапе может послужить всем, кто желает нести подобное служение Субтитры создавал DimaTorzok